Крыша венчает и оберегает любое строение. Заботьтесь об этом. Компания Тегала создала уникальную гибкую черепицу, которая способна не только украсить, но и защитить ваш дом на долгие десятилетия. Однако надежная кровля – это не только черепица, но и другие правильно подобранные совместимые и грамотно смонтированные комплектующие и материалы. Сегодня мы приглашаем вас узнать главные секреты мастеров Тегала и разобраться, что же значит надежная, долговечная и красивая кровля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, как же правильно укладывать материал, как сделать утепление, вентиляцию, разметку кровли и как сделать так, чтобы ваша кровля радовала вас не один десяток лет. Рассмотрим все этапы подробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любую надежную кровлю начинаем со стропильной конструкции. Соблюдение строительных норм на этом этапе – залог долговечности крыши. Стропильную систему устанавливаем в соответствии с требованиями расчета на несущую способность конструкции здания. Чаще всего используем деревянные стропила размером 150 на 50 мм, установленные с шагом 60 см. Очень важно, чтобы все деревянные элементы были обработаны специальными составами, предохраняющими конструкцию от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Инструменты для монтажа кровельного покрытия. Для монтажа гибкой черепицы нам потребуется карандаш, рулетка, метр складной, отбивка с краской, нож для резки черепицы с прямым и крючкообразным лезвием, молоток, строительный пистолет, шпатель для нанесения мастики, тепловой строительный фен, ножницы по металлу, шуруповерт, монтаж пароизоляционной мембраны. Пароизоляция препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения. Монтируем пароизоляцию изнутри помещения с внутренней стороны утеплителя по принципу укладки материалов по воде. Рулон пароизоляции раскатываем параллельно к карнизу, начиная от конька. Пароизоляцию укладываем с нахлёстом 10-15 см металлизированной стороной внутрь помещения. Очень важно предусмотреть нахлёст мембраны на стены. Фиксацию осуществляем с помощью строительного степлера, а места соединений и нахлёсты на конструктивные элементы тщательно герметизируем специальной металлизированной лентой. Установка утеплителя Установка утеплителя позволяет обеспечить необходимый тепловой режим внутри здания и предотвратить потери тепла из жилого помещения. Перед укладкой утеплителя формируем черновую подшивку изнутри помещения. Для утепления скатных крыш в основном используют минераловатные плиты. Требуемая толщина слоя для Центрального региона России составляет 20 см. Данная цифра зависит от климатического пояса и может меняться в зависимости от условий окружающей среды и территориального месторасположения объекта. В тело стропил укладываем плиты теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой вертикальных швов. Вплотную, избегая образования щелей, так чтобы общий слой составил 15 см. Далее устанавливаем контрбрус размером 50 на 50 мм с шагом 60 см, между которым укладываем финальный слой теплоизоляции толщиной 5 см. Такая двухуровневая укладка материала практически полностью исключает мостики холода. Монтаж пародиффузионной мембраны пародиффузионная мембрана защищает утеплитель от атмосферной влаги и пыли, при этом не препятствует выходу водяных паров во внешнюю среду. Укладываем пародиффузионную мембрану непосредственно на утеплитель, раскатывая рулон вдоль карниза, параллельно с нахлёстом 10-15 см. Необходимо соблюдать выпуск мембраны на 15-20 см за контур утепления здания. Фиксируем пародиффузионный слой строительным степлером. Для достижения наилучшего результата нахлёсты можно проклеить специальной самоклеящейся лентой. Устройство вентиляционной камеры Чтобы кровля прослужила долго, нам необходимо обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Она способствует удалению водяного пара, поступающего изнутри помещения, и выравнивает температуру по всей поверхности крыши. Для обеспечения вентиляции мансарды необходимо сделать воздушную прослойку не менее 5 см между утеплителем и основанием кровли. Для этого параллельно с тропилом устанавливаем второй ряд контрбруса с сечением 50 на 50 мм с шагом 30 см. По карнизу и в верхней части кровли обеспечиваем входные отверстия. С этой целью в брусках через 1,5-2 метра в шахматном порядке делаем разрывы 5-10 см. Устройство сплошного основания Основание под гибкую черепицу выполняем из ориентированно-стружечной плиты или фанеры повышенной влагостойкости толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть ровным, сухим и чистым. При монтаже основания кровли плиты укладываем в разбежку с зазорами в 3-4 мм для компенсации их расширения. Листы укладываем параллельно к карнизу. Перепады по высоте между плитами не должны превышать 2 мм. Монтаж фартуков Следующий шаг – монтаж фартуков, которые крепим на сплошное основание с выносом 2-3 см. Для работы используем саморезы. Фартуки фиксируются с шагом 25-30 см и с нахлёстом, который обрабатываем герметиком. Монтаж водосточной системы Установку водосточной системы начинаем с крепления крюков желоба. Для обеспечения движения воды по водостоку придаем желобу уклон не менее 2,5 мм на 1 погонный метр. Поэтому перед загибом и установкой крюков на них наносим разметку с учетом уклона желоба. Начинаем с установки наименьшего и наибольшего по высоте крюка. Шаг установки крюков составляет 60 см для стального и 30 см для медного желоба. Крюки желоба рекомендуем врезать в основание и фиксировать саморезами. Перед установкой желоба в нем в соответствии с проектом с помощью ножовки или ножниц по металлу прорезаем отверстие для монтажа водосточных воронок. Затем подготовленный желоб устанавливаем в крюки и по карнизу над желобом монтируем фартук-капельник. Для крепления фрагментов водосточных желобов между собой используем соединители желоба с резиновым уплотнителем, сохраняющие герметичность стыков и компенсирующие возможное расширение металла. Торцы желобов закрываем заглушками. Монтаж воронки осуществляем после установки желоба в крюки. Переход от воронки желоба к водосточной трубе осуществляем с помощью двух универсальных колен, а внизу водосточного стояка устанавливаем отвод трубы. Водосточные трубы располагаем на расстоянии двух-трех сантиметров от стены и крепим к ней при помощи специального комплекта, в которые входят хомут с метизом и декоративная накладка. Расстояние между хомутами должно составлять не более двух метров. Гидроизоляция кровли Для дополнительной гидроизоляции основания кровли используем рулонные подкладочные материалы, которые укладываем как по всей поверхности кровли при уклоне скатов до 30 градусов, так и частично при уклоне скатов более 30 градусов. При частичной укладке гидроизоляцию монтируем в яндовах, по карнизу и в местах прилегания к трубам, вентиляционным шахтам и окнам. Также существует вариант комбинированной гидроизоляции кровли. Если длина ската более 9 метров, отмеряем 7 метров от начала конька и монтируем гидроизоляцию на оставшийся участок кровли, а также в местах примыканий, яндовах и прочее. Рулон гидроизоляции раскатываем параллельно карнизу от карниза к коньку с поперечным нахлёстом 20 сантиметров и продольным 10 сантиметров. Нахлёсты герметизируем битумной мастикой. Устройство яндовы. При укладке гидроизоляционного слоя предусматривается защитный слой шириной не менее 50 сантиметров, уложенный в яндову. Есть несколько способов укладки черепицы в яндову. Для монтажа способом косичка необходимо важное условие – равный уклон обоих скатов. При этом черепицу одновременно укладываем на двух скатах и подрезаем её, заводя на противоположный скат. Более распространённый способ монтажа яндовы – подрез. Изначально проводим укладку черепицы на скате, имеющем меньший уклон и протяжённость. Для этого на прилегающем скате отбиваем линию, параллельную оси яндовы, и каждый ряд черепицы заводим за яндову на соседний скат, обрезая по отбитой ранее линии. Важный момент – зона яндовы не пробивается гвоздями и пролегает на 30 сантиметров в каждую сторону от её оси. Лепестки черепицы, лежащие в яндове, подрезаем под углом 60 градусов для обеспечения отбоя воды. Затем приступаем к укладке черепицы на соседнем скате, имеющем большую протяжённость и уклон. Для начала отбиваем линию параллельную оси яндовы на скате на расстоянии 5-10 сантиметров от неё. Начинаем укладку черепицы, заводя каждый лист на соседний скат и обрезая черепицу по обозначенной линии. При выполнении подрезки необходимо подкладывать фанеру. Верхние уголки черепицы, располагающиеся в яндове, также обрезаем под углом 60 градусов для обеспечения отбоя воды. Разметка кровли Перед проведением разметки кровли необходимо промерить действительные её размеры, угол наклона и положение рёбер и яндов относительно друг друга. Для начала определим местоположение для базовой горизонтальной оси. Как правило, эта линия расположена в самой широкой части ската и параллельно линии конька. Линию наносим с использованием мелованной отбивки. В середине линии выбираем точку А. От неё на равном расстоянии влево и вправо, примерно по полтора метра, отмечаем точки В и С. Затем на расстоянии, равном 2 метрам от точек В и С, находят положение точки Д. Соединив точки А и Д, получают линию, перпендикулярную базовой горизонтальной оси. По отношению к этим линиям наносим горизонтальную и вертикальную разметку. Расстояние между линиями диктуется выбранной моделью черепицы. Более подробная инструкция есть на каждой упаковке черепицы. Монтаж гибкой черепицы. Разметка нанесена. Приступаем к монтажу черепицы. Для формирования начального ряда используем ганты черепицы. Обрезаем лепестки по точкам вырезов. При этом нижний край начального ряда располагаем на расстоянии не более 1 см от края карнизного свеса. Начальный ряд укладываем по обе стороны от контрольной вертикальной линии. Фиксируем листы черепицы гвоздями по верхней кромке и битомной мастикой по нижнему краю. Далее производим укладку остальных рядов черепицы в соответствии с инструкцией по укладке определенной модели. Гибкую черепицу крепим кровельными и ершонными оцинкованными гвоздями длиной 25-35 мм с диаметром не менее 3 мм и диаметром шляпки не менее 9 мм. А черепицу с металлическим покрытием гвоздями из нержавеющей стали. Каждый гонт черепицы крепим четырьмя гвоздями таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладке черепицы на скаты с уклоном более 60 градусов верхние углы гонта необходимо закрепить еще двумя дополнительными гвоздями. Коньковые элементы нарезаем непосредственно из черепицы. Укладку коньковых элементов производим по преимущественному направлению ветра. Элементы укладываем внахлёст и фиксируем двумя гвоздями каждый элемент, а также герметизируем битумной мастикой. Для наилучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуем прогреть тепловым строительным феном. Элементы вентиляции. Вентиляционные элементы представлены аэраторами специальной, стандартной, вентиляционными решетками, колбаками на башню, вентиляционным коньком, пристенным аэратором, вентиляционными выходами, турбинами и софитами. Монтаж вентиляционного конька. Для устройства вентиляционного конька основание кровли не доводим до его линии, оставляя ширину 10 см. Затем монтируем бруски сечением 50 на 50 см с шагом 30 см. Вдоль него в шахматном порядке, либо поперек. Монтируем фартук и крепим сетку от насекомых. На бруски устанавливаем ОСП или фанеру повышенной влагостойкости. Затем торцы получившихся малых скатов из ОСП или фанеры закрываем фартуком и покрываем всю поверхность черепицей. Монтаж аэратора специальный. Устанавливается на скатах с уклоном от 20 до 60 градусов. Монтаж аэратора начинаем с прорезания в сплошном основании отверстия, которое закрываем сеткой от насекомых. По периметру отверстия наносим битумную мастику и устанавливаем аэратор, который фиксируем гвоздями в штатных местах. Верхнюю и боковую стороны подошвы корпуса аэратора обрабатываем мастикой и закрываем листом черепицы с заранее прорезанными отверстиями. Завершаем монтаж аэратора фиксацией крышки. Монтаж проходных элементов. При монтаже проходных элементов на готовую кровлю делаем разметку с помощью входящего в комплект бумажного шаблона. По сделанной разметке вырезаем черепицу и делаем отверстие в сплошном основании. Отверстие закрываем сеткой от насекомых. Проходной элемент с обратной стороны промазываем битумной мастикой и крепим в уже готовых местах для крепления саморезами. В завершении устанавливаем вентиляционные трубы. Проходные элементы также можно монтировать в процессе укладки черепицы. Примыкание к стене или трубе. Примыкание к ровле к трубе или стене можем выполнить по принципу врезки или наложения. В первом случае принцип резки. В поверхности примыкания делаем штрабу глубиной 2 см. Ее заполняем герметиком, куда заводим верхний пристенный фартук. Нижний угловой фартук можем монтировать как на черепицу, так и под нее, соблюдая принцип монтажа строительных материалов по воде. Все стыки соединения фартуков со стеной обрабатываем силиконовым герметиком. При монтаже по принципу наложения верхний фартук крепим непосредственно к стене, трубе при помощи самореза с дюбелем и защитным колпачком. Также возможно оформление примыкания с помощью одинарного фартука. В этом случае гидроизоляционную мембрану и черепицу заводим на 20-30 см. на стену и верхний край материалов закрываем сверху фартуком. Монтаж мансардного окна При формировании отверстия для монтажа мансардного окна важно принять во внимание, что над окном должен располагаться ряд необрезной черепицы. Монтаж осуществляем в соответствии с требованиями производителя. С внешней стороны вокруг оконной коробки фиксируем слой гидроизоляции. На верхней и боковые оклады черепицу фиксируем поверх, а нижний оклад устанавливаем на черепицу, сохраняя основной принцип монтажа по воде. Монтаж колпака на трубу На трубу устанавливаем заранее склепанный и собранный в короб фартук. Карандашом на поверхности трубы через просверленные отверстия делаем засечки. Далее в верхней плоскости трубы по отметкам просверливаем отверстия под анкеры и устанавливаем их. Затем на трубу устанавливаем короб и на него крышку колпака с кронштейнами. Отверстия в кронштейнах совмещаем с отверстиями в коробе и закрепляем колпак при помощи болтов. Подшивка карнизных и фронтонных свесов софитами Подшивку фронтонных и карнизных свесов как правило выполняем с помощью перфорированных софитов, которые обеспечивают беспрепятственный приток воздуха в подкровельное пространство, а также помогают создать законченный внешний вид свеса. Установка снегозадержателей Снегозадержатели предотвращают лавинообразный сход снега, защищают водосточную систему, фасад здания, а также имущество владельцев от возможных повреждений при сходе снега. В зависимости от модели черепицы Тегола и от уклона ската в кровли существует несколько вариантов установки системы снегозадержания. Замена поврежденного участка кровли При повреждении фрагментов гибкой черепицы очень просто заменить отдельный участок. Для этого при помощи строительного фена разогреваем, а затем отгибаем расположенные вокруг повреждения лепестки черепицы. С помощью ножа аккуратно вырезаем поврежденную деталь, выкраиваем новый фрагмент из целого гонта, наносим мастику и монтируем новый фрагмент, закрепляя его двумя гвоздями. Возвращаем отогнутые лепестки на место, прижимая их к поверхности. Монтаж завершен. Инструкция по укладке Каждый продукт Тегала снабжен подробной инструкцией по монтажу, а профессиональная техническая группа готова в любое время дать полную консультацию по всем вопросам. Особенности работы с черепицей Тегала Существует несколько особенностей в работе с черепицей с металлическим покрытием, которое требует особого внимания. Среднедневная температура укладки черепицы должна быть не менее плюс 10 градусов. Для черепицы с металлическим покрытием применяем специальные ершенные кровельные гвозди из нержавеющей стали с диаметром шляпки не менее 9 миллиметров. В избежание повреждения черепицы по всей поверхности кровли устанавливаем систему снегозадержания. Передвигаться по материалу рекомендуем только в обуви на резиновой мягкой подошве, а все работы выполняем в перчатках. Для черепицы с базальтовым гранулятом минимальный температурный режим укладки минус 10 градусов. Гибкая черепица Тегала это качественный, технологичный, надежный кровельный материал, получивший признание в 70 странах мира на 5 континентах. Уникальные технологии Тегала помогут сделать ваш дом особенным и уютным. Мы надеемся, что данное информационно обучающее видео поможет вам приобрести навыки по грамотному монтажу кровли. В случае возникновения дополнительных вопросов вы сможете найти ответы в нашей брошюре «Руководство по проектированию и устройству кровель», а также обратившись в офисы компании Тегала получить профессиональную техническую консультацию, вызвать инженера-технолога для консультации непосредственно на объекте или пройти обучение по монтажу в одном из учебных центров компании. Продолжение следует...